всем привет дорогие друзья сегодня мне еще раз позвонили мошенники зубербанка и пришлось их немножечко потроллить я делал люблю поэтому нарезал вам данную дорожку мошенница звонила прикатывала целых 21 минуту вернее чуть меньше далее она во всем созналась практически ну и я думаю будет вам интересно послушать в конце видео я вам расскажу схему как сделать так чтобы мошенники сами начали вам звонить и после этого вы будете их также троллировать и получать удовольствие поехали алё здравствуйте здравствуйте кредит нет конечно лист таких не было поэтому карту я никому не даю свою не передавал нет ни в коем случае таком случае подскажите когда последний раз самостоятельно совершали вход мобильное приложение помните ну может быть дня три назад где то вот так подскажите при работе с приложением ничего подозрительного не заметили возможно были трудности со входом можете были как то долго грузилась а так в принципе особо не заметил я вас поняла игорь витальевич подскажите возможно сторонней информации отчислились на главной странице мобильного приложения возможно активные счета какие-либо карты которых вы сами не создавали нет знаете как счетов не видел карта тоже не видел вроде все было как обычно ничего подозрительно да да в принципе примерно сейчас подождите посмотрю да конечно сейчас подождите посмотреть надо ну да есть карта на месте все на месте все карты при вас да карта при мне все правильно в таком случае если вы данную заявку не подавали на получение кредитных средств я открываю заявку по факту мошеннических действий по вашему личному счету так также игорь витальевич скажите интернет оплата часто совершается ну не часто как бы бывает иногда так на алиэкспресс иногда заказываю на каких сайтах алиэкспресс да ну вы знаете больше по моему не совершал ни на каких только вот на алиэкспресс я вас поняла подскажите а данного интернет ресурса на ваше мобильное устройство смс подоснительного характера не поступало ну знаете как бы какие-то были смс со ссылками но что-то по моему не было таких вот чтобы от банков это вот возможно от сторонних ресурсов иногда приходят какие-то смс к банка нет подозрительных вроде не было я вас поняла а именно из алиэкспресс не поступало смс стороннего характера нет из алиэкспресс ничего не поступало всегда все как бы как обычно интернет оплата происходило как обычно то есть ничего подозрительного вы не заметили при совершении оплаты нет не заметил все вроде как обычно никаких проблем я вас поняла я вас поняла дело в том что за последнее время участили в случае комплементации данных клиентов нашего банка и также участили в случае на утечке персональной информации именно из интернет источников то есть возможно вы могли воспользоваться фишинговым сайтом то есть это сайт который выдает себя за оригинальный но возможно мошенники воспользовались именно оболочкой сайта и могли компрометировать вашу персональную информацию то есть мы даже не отрицаем и такой факт поэтому я вот и пытаюсь задать вам ряд вопросов чтобы убедиться откуда произошла утечка вашей информации персональной ну вот знаете как бы сайты конечно могут они утечки давать потому что все таки интернет ресурс большой поэтому не исключено не исключено да конечно за последнее время просто я вот осуществляю такие звонки постоянно то есть нашим клиентам происходят какие-то подозрительные действия в личных кабинетах наших клиентов поэтому и клиенты говорят что вот пользуются такими ресурсами ну вот как вы лучше наверное даже уже не пользоваться потому что вот как бы начинаешь пользоваться потом вот такие вот действия получаются ну что пореже ими пользоваться я не могу оттверждать то есть я не наговариваю на данный сайт на данный ресурс но за последнее время клиенты говорят что вот именно пользуется такими сайтами Алиэкспресс и Алибова, то есть они используют эти интернет-ресурсы, а потом производят вот такие действия по их личным кабинетам, по их персональным данным. То есть происходит какая-то утечка. Ну, конечно, я не буду наговаривать, но возможно и так. Я просто пытаюсь выяснить, откуда произошла компроментация. Также, Игорь Витальевич, подскажите, когда в последний раз обращались в отделение нашего банка, помните? Ну, давно обращался, может быть, с полгода назад в последний раз приходил. Подскажите, по какому вопросу было обращение? Если честно, по-моему, я как-то хотел что-то оплатить по карте, но потом в итоге решил оплатить через счет. И вот поэтому мне надо было что-то заказывать у кого-то, потому что давно было. А, точно, вспомнил. Я там один прибор заказывал через одного посредника, как раз вот он просил, чтобы я ему через счет оплатил, средства перевел. Ну и все, больше я не обращался, как бы только вот такие были. Я вас поняла, Игорь Витальевич, подскажите, когда получали продукцию, пластиковую продукцию в нашем отделении? Постарайтесь, пожалуйста, вспомните, я понимаю, что это было давно, но, возможно, вы помните, когда вам сотрудник выдавал пластиковую карту, она была в закрытом виде, либо же в открытом. Ну, знаете, она была полностью запечатана, но конверт как-то был немножко помят, может быть, что-нибудь из-за этого могло быть, но вроде был запечатанный, насколько я помню. Мы просто так же не отрицаем, что за последнее время учители случаи работы недобросовестных сотрудников нашего банка. То есть, такие сотрудники копируют данные клиентам нашего банка, когда выдают пластиковые продукты, они могут выдаваться не в запечатанном виде. То есть, у сотрудника есть полный доступ к реквизитам, к реквизитам информации, это первый человек, на которого падает подозрение в таких ситуациях. Получается, что сам сотрудник мог, получается, скомпрометировать мои данные? Да, возможно, и такое. Ничего себе. А как вот банк за этим разве не следит, он же должен отслеживать такие действия со стороны сотрудников? Да, вот когда поступают такие заявки от наших клиентов, когда вызываются подозрения нашего банка, мы всегда связываемся с нашими клиентами, разбираемся, откуда происходит компрометация, задаем ряд вопросов для того, чтобы выявить таких недобросовестных сотрудников. И когда вы, например, обращаетесь в отделение, вы всегда, пожалуйста, обращайте внимание, чтобы сотрудник вам выдавал продукцию именно в запечатанном виде. Ну, это как бы да, само собой, потому что там как бы пин-код, он должен быть обязательно секретный, то есть его даже, насколько вы говорили, нельзя даже сотрудникам банка говорить. Да, конечно. Вот поэтому мы всегда акцентируем на это внимание, что всегда, когда обращаетесь в отделение, всегда обращайте на это внимание. Также должна вас проинформировать, что вот в завтрашнем дне вам необходимо будет обратиться в отделение нашего банка для перевыпуска ваших пластиковых продуктов, поскольку пользование ими уже является небезопасным сегодняшним. Когда будете обращаться в отделение, вы, пожалуйста, проконтролируйте этот момент, чтобы сотрудник вам выдал перевыпущенный пластиковый продукт уже в запечатанном конверте, то есть чтобы конверт был не поймал, не надорван, то есть чтобы успел сделать. Ну, я понял. Буду внимателен в этом вопросе тогда, смотрю, чтобы он был. Да, обязательно. Да, также, Игорь Витальевич, у нас открыт протокол безопасности, который мне необходимо заполнить с ваших слов. Подскажите, с какого года является секретом нашего банка? Да я так даже не скажу. Да, наверное, может быть, лет 7, даже не скажу вам сейчас точно, не помню, не помню. Менее 10 лет, либо же более 10 лет. Я вас поняла. Игорь Витальевич, также подскажите, какое количество активных пластиковых продуктов на сегодняшний день вы имеете? У меня до данного момента одна пластиковая карта только, которой я пользуюсь, а других нет. Вы имеете в виду дебетовая карта? Все верно? Да, все правильно, дебетовая карта. Также в отделении нашего банка специалисты обычно предлагают карту кредитного назначения. Вы ее воспользовались, подскажите? Ну, вы знаете, я никогда кредитной картой не пользовался, и, скорее всего, я ее так и даже не получал. Поэтому у меня ее нет. У меня вот единственная карта... Он специалист вам предлагал, либо же вообще не предлагал? Он предлагал, но я тогда отказался. Он предлагал, но я отказался, потому что мне тогда не нужна была кредитная карта. Я поняла. То есть вы зарегистрировали ваше обращение, то есть сотрудник именно в системе зарегистрировал отказ от данной продукции. Правильно? Ну, получается, что так, я даже не знаю. Он мне, получается, зарегистрировал, карту выдал, сказал, кредитная карта нужна, я говорю, не нужна. И он мне вот отдал, я забрал конверт и все. Я вас поняла, Игорь Витальевич. Также подскажите, имеются ли сберегательные счета, либо же вклады в нашем банке? Да нет, вот как-то на карте у меня обычно все приходит, я все храню на карте, все деньги. У меня других счетов нет. Я вас поняла, Игорь Витальевич. Также на основании заявки по факту мошеннических действий я обязана открыть страховой случай для того, чтобы банк мог гарантировать вам сохранность ваших личных средств в полном объеме. Для этого мне необходима информация. Подскажите, последняя совершенная вами финансовая операция была расходного, либо же доходного? Я сейчас вам точно не скажу. Да, наверное, доходного там. Зарплат переводили не так давно, поэтому, наверное, доходного. Я вас поняла, Игорь Витальевич. После совершенной вами последней финансовой операции подскажите приблизительный остаточный баланс по вашей дебетовой карте. Ну, вы знаете, я на дебетовой карте, она у меня как накопительная. У меня там, ну, наверное, достаточно много лежит. Там больше 100 тысяч точно. Просто необходимо указать приблизительную сумму, чтобы банк мог вам гарантировать сохранность ваших личных средств в случае несанкционированного отписания, поскольку уже от третьих лиц имеется доступ к вашему личному кабинету. В случае потери этих средств банк вам обратно гарантирует возврат этих средств, поскольку я открываю страховые случаи до развирательства, до окончания регламентных работ. Так, ну, сумму я вам точно не скажу, потому что, как бы, я так ее не оцениваю. Я точно помню, что это было больше 100 тысяч, может, 120 где-то вот так. Повторите, пожалуйста, еще раз и пропадаете. Ну, где-то, наверное, около 120, я вам точно не скажу, где-то около 120 тысяч. Было, было, было. То есть, сумма указывает 120, да? Да, было на карте около 120. Я вас поняла, Игорь Витальевич. Также подскажите, услугами каких банков на территории Российской Федерации также пользуетесь? Нет, я только одним Сбербанком пользуюсь, пользуюсь больше никакими. Ну, смотрите, система отображает, что вы являетесь также пользователем одного из сторонних банков на территории Российской Федерации. Возможно, ранее получали... Вы знаете, может быть, когда-то предлагали мне карту, я отказался, поэтому, может быть, где-то и зарегистрировано, но карту у меня вот только Сбербанка, другими не пользуюсь. То есть, активным пользователем являетесь только Сбербанком? Только Сбербанк, все правильно. Я вас поняла, Игорь Витальевич. Также подскажите, по вашему мобильному устройству за последнее время ничего подозрительного не происходило? Возможно, смс подозрительного характера, какой-либо спам-рассылкой, либо же вирусной рассылкой, возможно, предложение о работе, либо же какие-то смс о том, что вы что-либо выиграли? Ну, вы знаете, только была спам-рассылка от сайтов каких-то непонятных, но я даже их и не читал. Вы не открывали данные смс-оповещения, да? Да, данные смс-оповещения я не открывал, эти смс-ки даже не читал. Я смотрю, там какая-то ссылка и, в принципе, даже не читаю, ну, потому что там, кроме рекламы, ничего интересного. Еще раз не расслышал. То есть, я имею в виду, что не реагировали на такие? Не, не реагировал, не реагировал. Я вас поняла. Игорь Витальевич, также должна вас проинформировать, что не отмечаем тот факт, что, возможно, именно компрометация произошла через мобильное устройство. Игорь Витальевич, подскажите, вот эта система отображает, что в ваш личный вход, в ваш личный кабинет был совершен вход в трех разных мобильных устройств. Два на базе Android, одно на базе iOS. Подскажите, каким устройством пользуетесь, чтобы я могла исключить оба устройства? У меня только Android. Другого нет. Android. То есть, с одного устройства совершаете вход на библиотекарь? Да, да, только одно устройство у меня. Я вас поняла. То есть, исключаем остальные устройства. Одну минуту. В таком случае, Игорь Витальевич, подскажите, возможно, имеются ко мне какие-либо еще вопросы? Возможно, вы думаете, что я вас... Знаете, знаете, какой вопрос к вам? Знаете, какой вопрос есть? Вот скажите, сотрудник банка, вот как бы, насколько я знаю, есть секретный вопрос, который нужно задать сотруднику банка, и он должен на него ответить. Вот. Вы слышали про такое? Что вы имеете в виду? Ну, секретный вопрос. Есть два стула. На одном хуи драченый, на другом пике точеный. На какой сама сядешь, на какой мать посадишь? Должна знать ответ на этот вопрос. Нет, не знаю. Не знаете? Ну, вы же оттуда звоните мне должны. Вы же в хату заходили, когда должны вам были такой вопрос задавать. Ну, откуда? Откуда оттуда? Это откуда? Ну, оттуда, откуда вы звоните? Я вам звоню из Гарного Ольга, по городу Москва. Так. Ну, а что ж вы тогда вопросом не задаете, такие, на которые вы должны сами мне были ответить? То есть, вы знаете прекрасно, какими я пользуюсь, какими картами. Прекрасно знаете, сколько я у вас уже клиент банка вашего. А вы такие вопросы. Вы палитесь просто вот на пустом месте. Работать вам еще и работать над вашим, так скажем, способом. Возможно, вы думаете, что я должна знать. Но вы, наверное, не знакомы с процедурой таких ситуаций. Я зато с вашей процедурой, знаете, насколько знаком уже. Вот работает, вам даже расскажу как. Вы обзваниваете, вам перезваниваешь, вы тут же перезваниваете. Вы уже даже схемы свои не меняете уже достаточно давно. И тоже вас предупредить, разговор записывается с вами. То есть, как бы вы должны фиксировать, ну и мы фиксируем. Вот. То есть, уже знакомы с вашей практикой. Поскольку вы не являетесь работником банка, вы не можете знать, как происходит регламент. Я зато знаю, как ваш регламент мошеннически происходит, как вы людей разводите на бабки. Вот это я очень хорошо знаю. Мне просто, знаете, с вас угарнуть интересно. Как вот вы втираете вот эту дичь, не знаю, пенсионерам или кому еще. Вы просто думаете, что вы самый умный. Ну, знаете, уж точно поумнее вас. Потому что схемы надо менять, хотя бы иногда. Потому что вы палитесь уже на одних и тех же вопросах. Задаете одно и то же у вас. Вы послушаете меня. Вы думаете, что вы такой самый умный. Вы думаете, что вы знаете, что происходит вентрибанковская система. Ну, вы действительно, вы действительно такой наивный думаете, что мы вот не знаем ни одного ответа на ваш вопрос. Нет, ну вот на этот вопрос вы мне не ответили. Про пики точеные-то вы не сказали на этот вопрос. Почему вы ерундой занимаетесь? Почему вы ерундой занимаетесь? Я не хочу отвечать. Ну, почему это шутки? Это вопросы к сотруднику вашей конторы подшкандарной. Откуда вы звоните? Людей разводите. Опять же вам говорю, опять же вам говорю. Вы такой наивный думаете, что я вам звоню из зоны, что ли? Ну, откуда вам еще звонить людей разводите? Ну, елки-фалки. Ну, ладно, из колл-центра. Ну, потому что вы же слишком наивны. Вы слишком наивны, слишком глупы для того, чтобы понять, что люди занимаются этим совершенно серьезно. Они сидят анимационным. Ну, блин, серьезно. Ну, серьезно надо на работу устроиться, зарабатывать как человека. Зачем вот заниматься разводом на бабки людей? Ну, это же не совсем. Это карму вашу портит. Вы, так скажем, в церковь ходите. Я не верю в такую ерунду. Ну, как? А в церковь? В церковь, в боженьки, разве не молитесь? Тем более я не верю. Не верите? Ну, вот смотрите, вы там у человека отожмете последние деньги. Вот он получил там 20 рублей зарплаты. Вы у него их спишите. Вот представляете, каково человеку будет после этого. Ну, такой фигней мы не занимаемся. Да ладно, ну, а сейчас чем вы занимаетесь? Давайте уж по чесноку, девушка. Ну, все же прекрасно понимают. Я просто уже специально... Вы слишком глупы из-за этого разговора. Нет, девушка, ну давайте с вами уже, мы так скажем... Я уже не первый раз с вами общаюсь, ну не конкретно с вами, а с вашим колл-центром, который пробивает там на карты, пробивает на это, потом втюхивает... Ну, вы же понимаете, что есть разные специфики работы. Ну, абсолютно понимаю, конечно. Но у вас... Кто-то вам действительно звонит из дома, а кто-то вам действительно звонит из офиса. Ну, вот ладно, пусть будет у вас офис. Ну, вот смотрите, у вас вопросы, вот, ну, вообще типичные. Вот мне за, наверное, месяц позвонил, ну, наверное, пять организаций вашего типа, вот, подобного. И у всех схемы были. Одни единственные мне попытались парить TeamViewer на телефон. Это вот были, ну, ребята, молодцы, красавцы, у них что-то новенькое было. Ну, вот у вас просто вот стандартный набор вот этих шаблонов, которые палятся, ну, моментально просто. Ну, мы просто с вами до TeamViewer не дошли. До TeamViewer не дошли? Ну, блин, долго мы до TeamViewer шли. Тогда прошлый раз пять минут, и меня сразу начали переключать двустороннюю идентификацию делать на телефон. Вот. Так что вам нужно немножечко подработать ваши, скажем так, технологии, схемы. Алло, есть? Вот так. Да, так что, ну, я вам желаю успехов в развитии в вашем нелегком деле, скажем так. Вот. Было интересно все-таки с вами все равно пообщаться, узнать что-то новенькое. Да, я вам желаю больше не тратить ваши тренировки. Да ладно, я просто, мне с вами интересен, у вас голос приятный, с вами интересно было общаться. Ну, мне часто это говорят, спасибо. Не за что, звоните еще, буду вам только рад. Хорошо, будем с вами созванивать. Созванивать. Когда скучно звонить, с радостью с вами пообщаюсь. Хорошо. Хорошо, хорошо, до свидания. Хорошо. Итак, друзья, если вы все-таки дослушали это все до конца и восхватил терпение, я расскажу вам сейчас схему, как сделать так, чтобы мошенники сами вам позвонили. Смысл заключается в следующем. Для начала нужно найти номер, с которого мошенники осуществляют прозвон. Ну, я сейчас приведу два номера из них. Соответственно, первый номер, который не будет подсвечен красненьким, вот этот, на него мне сразу же перезвонили мошенники. То бишь, вот этот разговор, который вы слушали, перезвонили буквально в течение, там, четырех-пяти часов. То бишь, звонил я где-то в час и часов в шесть уже мне перезвонили мошенники. Соответственно, вам могут перезвонить чуть раньше или чуть позже, иногда даже до пяти дней у них проходит этот звонок, это ожидание, и они вам перезвонят. Ну, смысл понятен, база у них все уже слитые давно есть, но чтобы им понять живых клиентов, они делают, соответственно, своеобразный прозвон. Ну, и после чего они, когда видят, что номер живой, начинают вам в него названивать. Так что вот такие дела, дорогие друзья. Всем пока и спасибо за просмотр.